37-ю конференцию регионального отделения партии «Единой России» открыл Владимир Камека. Он обозначил приоритетные задачи работ на второе полугодие 2023 года, озвучил наказы избирателей и рассказал о реализации партийных проектов. Каковы итоги на сегодня? Расширяется список населенных пунктов, куда пришла чистая вода. И мы с вами об этом буквально полтора года назад говорили на такой же конференции и ставили это в приоритет. Газификация идет темпами, превышающими скорость в советские годы и уже вышла на новый уровень доступности. В проект благоустройства городской среды включается все больше людей. Почему? Потому что жители уже доверяют, видят, как благоустраиваются дворы, меняется облик скверов и парков. Среди приоритетов в дальнейшей работе партии – состояние регионального здравоохранения, городское хозяйство и транспорт. На конференции утвердили кандидатов, которые будут участвовать в выборах в областное законодательное собрание. По итогам предварительного голосования сформированы 9 территориальных групп по 3 человека в каждой. Среди кандидатов – люди разных профессий – врачи, педагоги, волонтеры, спортсмены и участники СВО. Никто, кроме нас, не сможет сыграть роль политического ядра в стране. Нам предстоит это доказать в ходе избирательной кампании. Делать это будет непросто. Почему именно мы? Потому что, во-первых, на сегодняшний день мы являемся единственной политической партией, которая является опорой президента России Владимира Владимировича Путина. Важной частью собрания стала отправка гуманитарного груза жителям Белгородской области. Несколько тонн продуктов питания, средств личной гигиены, медикаментов загрузили в фуру представители партии и молодогвардейцы. Это Шебекинский район, это Грайворонский район, поэтому надеюсь, что она будет востребована. Не надеюсь, а именно так и будет. И это очередное доказательство, что страна вместе решает все те задачи, которые перед ней стоят. В работе конференции приняли участие 219 делегатов и более 600 приглашенных гостей. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.